всем привет сейчас я сделаю небольшой обзор новой видеокамеры sony hdr pg760e посмотрим на ее внешний вид вы видите боковой экран сложенный а здесь есть проектор вот он достаточно хорошо работает на белом фоне здесь у нас есть колесико это колесо предназначено для ручных настроек баланса белого резкости и разных других параметров ручных очень удобная функция дальше у нас 37 миллиметровый размер объектива но фильтр 52 миллиметра здесь пластиковый переходник с 52 миллиметров на 37 конструкция на удивление sony очень непрактичная то есть ошибочная потому что при переходе на 37 при активной стабилизации на изображение с краю справа попадает часть линзы вот этой вот поскольку объектив у нас подвижный он плавает в геле с разными стробоскопическими элементами то он задевает края вот этого узкого фильтра поэтому используйте только 52 миллиметра с минимальной высотой стенок этого фильтра чтобы двигающаяся вот это двигающийся объектив не попадал в изображение по краям у нас есть подсветка пока я не понял если тут вспышка похоже только подсветка работает в предыдущих моделях была мощная вспышка которая очень помогала при фотографии здесь просто как-то подсвечивает то есть ну очень слабый свет может я не разобрался со вспышкой надо будет посмотреть еще смотрим дальше вот у нас эта сторона отличительная черта камеры что здесь есть usb провод он достается из вот этих вот такого ремешка вот он и можно подсоединять через удлинитель в комплекте к компьютеру ноутбуку или другому жесткому диску дальше у нас есть вот такой вот отсек где есть выход на микрофон и выход на наушники для того чтобы прослушивать звук который идет на камеру также есть композитный выход для различных телевизоров там каких-нибудь dvd плееров и так далее но его обычно редко используют хорошо идем дальше вот под таким ракурсом смотрим здесь у нас есть отсек для питания причем когда включена от сети аккумулятор не заряжается он заряжается тогда когда камера выключена то есть как только включается камера и подключена к сети то аккумулятор перестает заряжаться поэтому аккумулятор если нужно заряжать при включенной камере его надо заряжать в отдельном боксе в отдельном зарядном устройстве данного аккумулятора у нас штатного FV50 хватает примерно на два часа при работе с вот таким интересным выдвигающимся видоискателем очень удобная штука двух положениях вертикальная и полу горизонтальная такая под 45 градусов примерно и очень удобно снимать и экономить ресурс батареи что очень важно при длительных съемках вот он выдвигается так смотрим дальше у нас здесь и есть индикатор режима сейчас включен вот зелененький режим посмотрим чтобы он видно было вот зеленый чуть-чуть отсвечивается это видео режим ниже идет режим фото съемки теперь смотрим что у нас сверху сверху у нас четырехканальный микрофон он достаточно хорошо собирает звук единственный нюанс когда вы берете камеру стандартно не забывайте что если у вас рука попадает на микрофон то пойдет шуршание поэтому нужно держать таким образом чтобы руки не закрывали микрофон и не попадали на панель микрофона у нас также вот сверху есть рычаг который приближает удаляет изображение и кнопка фотографии дальше у нас есть вот такой вот замечательный разъем он принципе уже достаточно давно используется и в этой модели это последний раз когда он применяется более высокой модели уже pg 780 применяется более сложный композитный вот этот разъем нужен переходник вот этот разъем он к нему подходят аксессуары к предыдущим всем камерам включая мини-диви камеры например подходит такой замечательный блютузовский микрофон который состоит из двух частей которые передатчик закрепляются на этой панели и сам микрофон на а человеке который выступает и говорит то есть я проверял очень хорошо работает радио микрофон блютузовский с этим вот на платформе вот этой дальше смотрим открываем при открытии панели это для просмотра изображения автоматически включается камеры смотрим какие у нас есть здесь разъемы значит у нас здесь есть вот здесь вот usb мини usb такой вот это для внешнего жесткого диска и и hdmi выход для просмотра на мониторах цифровых телевизоров больших там вот этот разъем для дополнительной sd карты дальше включение проектора включение различных режимов здесь свет ночная съемка и вот power это кнопка включения выключения камеры дальше смотрим на экран у нас такой экранчик мы видим получше резкость посмотрим что у нас в меню еще ближе сейчас приближаю вот если вы смотрите внизу видна четырехканальная индикация микрофона камеры вот она все четыре микрофона сразу показывают значит нюанс звука заключается в том что по умолчанию в камеры стоит режим ветрозащиты ее нужно сразу отключить чтобы звук был более естественным вот у нас кнопка приближение цифровой зум у нас до 120 здесь работает дальше смотрим меню дальше смотрим меню режима съемки видно да значит у нас фильм фото и плавная медленная запись и гольф съемка смотрим смотрим еще что у нас есть значит камера микрофон множество здесь есть настроек баланс белого экспонометр фокус точечный экспонометр точечный фокус экспозиция фокус диафрагма выдержка затвора предел а gc сдвиг автоэкспозиции изменение баланса белого лоу люкс выбор сцены синематон фейдер фейдер теле макро steady shot это активная стабилизация то есть с плавающим объективом цифровое увеличение до 120 сейчас включено преобразованный объектив автокоррекция контрольного света или свечения настройка по шкале изменение баланса белого night shot освещение чувствительность обнаружения улыбки обычная улыбка сейчас стоит автоматическая ветрозащита сейчас выключено и аудиорежим сейчас включен объемный звук 5.1 исходный уровень микрофона сейчас нормальный стоит так смотрим следующий раздел у нас качество и размер изображения вот у нас здесь сейчас стоит высокое качество есть более лучшее качество но его не рекомендуют ставить называется наивысшее качество FX сейчас стоит высокое качество есть еще стандартное и длительное время LP так смотрим что у нас еще здесь есть функция воспроизведения просмотр события выбранные фильмы сценарий ну в общем появились различные клипы которые записаны так смотрим редактировать копировать значит здесь у нас есть удалить защитить прямое копирование ну в общем из этих функций все и последнее у нас что здесь установка настройка носителя выбрать носитель встроенная память данная носителя формат исправления файл бд из номер файла такие настройки код данных установка громкости загрузка музыки очистить музыку тип ТВ разрешение HDMI контроль HDMI USB подключение настройка USB соединения настройка USB LUN запись диска звук яркость LSD лампа записи PDU пульт дистанционного управления language setting калибровка инфобатареи эко-режим стандартный стоит установка даты и времени установка временного пояса то есть очень много установок так что достаточно функциональное такое управление вот ну стоит еще отметить что вот в этой части у нас верхней происходит управление проектором сейчас я его включу и мы немножко посмотрим как он работает значит вот я включил режим проецирования сейчас утошу значит в данном случае я проецирую я проецирую сейчас покажу на белом листе чтобы было понятно что я не знаю что что это вы видите Сейчас посмотрим, как будет воспроизводиться. Вот такой вот. Вот режим. Вот так работает. Хорошо. Собственно вкратце такой небольшой обзор. Значит, какие преимущества в целом этой камеры? Преимущества. Это активная стабилизация изображения. Достаточно идеальная. Следующее. Это видоискатель. Очень удобный. Ручное управление многофункциональное. Значит, дальше. Стандартная площадка для аксессуаров, которая совместима с предыдущими всеми моделями. Объемный звук, уже встроенный 5.1 с раунд. Огромная память 96 гигабайт. Плюс еще можно вставить SD-карту любого размера, которая будет еще выпускаться там. Ну, в данный момент сейчас доступные 32 еще гигабайта карты. Дальше. Проектор. Достаточно хороший. И при условии, если смотреть в полной темноте. То есть, ну, чтобы не было вообще никаких световых подсветок таких. Так, дальше. Фотографии. Ну, фотографии, в принципе, достойного качества. Но, конечно, это не такие фотографии, как на фотоаппарате. Дальше. Большой вот экран управления, который я уже показывал достаточно удобно. Удобное подключение к компьютеру. И удобная панель для прослушивания звука и подключения внешнего микрофона. Вот преимущество этой камеры наряду с тем, что качество изображения достаточно хорошее. 1920 на 1080. И есть режим съемки с пониженным освещением. То есть, в темное время суток без освещения можно снимать достойно. Так, чтобы было видно что-то на изображении. Вот, собственно, основные все моменты я раскрыл. Всем успехов. Если захотите покупать эту камеру, обязательно покупайте. Но с защитным фильтром только 52 миллиметра. Всем успехов. Счастливо.